а всем привет сегодня мы виртуально посетим санкт-петербург и давайте познакомимся девушка а как вас зовут кто вы а вы же шахматистка да так мы правильно а скажите пожалуйста вы вице-чемпионка мира я правильно понимаю ну что ж продолжим ализа скажите пожалуйста с какого возраста вы начали заниматься шахматами и вот в том детском возрасте примерно сколько часов вы тратили на шахматы каждый день но порядка там как она потом продолжалось и дошло до сегодняшнего дня сейчас сколько вы тратите время ага от двух до шести так понятно живете вы санкт-петербурге федерация россия я правильно понял и наивысший результат в мире это второе место по моему в юар правильно же а нет это второе место было на чемпионате мира до 14 лет в руку а в руку а в юар да 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 я в юар как раз таки запомнил так хорошо сейчас лиза скажите пожалуйста сколько примерно страны посетили а в целом вы довольны в целом вы довольны что посвятили жизнь шахматам или вы заново не хотели бы прожить такую жизнь а заняты чем-то другим ну конечно я довольна потому что так много стран посетила и всегда это очень интересно общение культуры внимание дорогие родители которые нас слушают заметьте что лиза живет не маленьком городе скажем беларуси не в провинции а в санкт-петербурге где есть много возможностей так ализа скажите пожалуйста велика ли помощь от государства от россии либо приходится вкладывать в основном свои деньги после того как я выиграла чемпионат европы российская шахматная федерация нашла мне спонсора которые поддерживают меня по сей день хорошо понятно а в вашем возрасте сейчас около 16 лет и там где-то 15 я правильно понимаю а вы в состоянии уже сами что-то зарабатывать и либо еще до этого не дошло а понятно а в клубы разных стран еще не приглашают там за женские команды понятно хорошо лиза вы знаете многих девочек интересует же это больше чем какие-нибудь варианты вот скажите пожалуйста от того что вы выделяетесь что вы там чемпионка европы ли там россии внимание мальчиков как-то меняется к вам но больше становится либо нет мне кажется что я такого не замечала но важнее личное качество человека чем чемпион европы мира а вы же человек а понять то есть титулы не слишком помогают в этом деле а какая печально мне кажется девочка больше это интересует нежели какие-то длинные варианты хорошо спасибо а лиза скажите пожалуйста как вы считаете если девочки живут в провинции и у родителей не не слишком много денег имеет ли вообще смысл пытаться что начинать заниматься шахматами либо это утопия и никогда не добьешься успехов без существенных материальных вложений я думаю что шанс это есть его нужно попробовать использовать тоже делаю родители и девочки больше зависит от каких-то способностей девочки либо все-таки трудолюбие необходимо потому что я контактирую со многими родителями и не все конечно хотят стать чемпионкой мира но и примерно половина из них все таки чистолюбилы но при этом их дети не пытаются выкладываться не пытаются работать самостоятельно и все такое возможно ли на одном таланте не прикладывая особого труда стать чемпионкой европы либо мира а еще маленький вопросик а надо ли заниматься общей физической подготовкой либо шахматы это такой вид спорта где можно не напрягаться в этом заниматься спортом потому что это сложно сидеть по численности шахматами и общей физической подготовкой очень помогает в последних играх хорошо а лиза вы во время партии сидите все часы на стуле либо гуляйте когда соперник думает нет я много гуляю хорошо спасибо и извините за беспокойство и спасибо за то что нашли время ответить на наши вопросы мы желаем успеха пока пока